Суд над лидером оппозиции Владимиром Козловым, общественником Сериком, сопроголе нефтяником и к женатам Аминовым, близится к завершению сегодня по просьбе гособвинения, продолжили исследовать вещественные доказательства, якобы доказывающие причастность подсудимых к разжиганию социальной розни, а также к подготовке государственного переворота. Целый день присутствующие в зале суда слушали телефонные и иные разговоры лидера ОЛГИ с соратниками, единомышленниками, записанные до декабря прошлого года. Одна из записей вызвала возмущение со стороны подсудимого Козлова. Предполагаемый разговор с театральным режиссером Булатом Табаевым летом 2011-го возмутил политика. Сторона обвинения применяет выражение подлой по отношению к нему и к его сторонникам. Подсудимый Козлов настаивал на недопустимости таких выражений, поскольку, цитирую, в стенограмме отсутствуют знаки припинания. Это важно, иначе таких слов, как активные члены ОПГ с подлыми мыслями о проведении мирного митинга, не появлялись бы. Это явно не юристы писали, сказал Владимир Козлов. Сегодня на суде также была приведена аудиозапись разговора по скайпу между Мухтаром Аблязовым и активистом Михаилом Сизовым. Последний говорил о безопасности и о необходимости смены пароля. В скайпе два раза в день о том, что в регионах выстаскивают активистов на допросы в связи со скайп-конференцией с Аблязовым. Практически все записи очень плохого качества, связь без конца обрывается, и в этих условиях разобрать некоторые слова практически не удается. Тем не менее, ни на одном документе, предложенном прокурорами как вещественное доказательство в пользу обвинения, не было даже и намека на то, что подсудимые, в частности Владимир Козлов, собирались разжигать социальную рознь, свергать власть, находясь в составе преступной группировки. По крайней мере, они, если хотели чего-то добиться в плане обвинения, то они достигли обратного результата. Вот поскольку всякий, кто слушал вот эти вот записи, скайп-разговоры, они убедились, что как раз Козлов не в ведении о том, что там происходит и что там намечается, и он далек от того, чтобы кому-то какие-то указания давать. И вот тем более, что вот мы, когда прослушивали разговор Козлова с Атабаевым, это тоже становится очевидным, когда Атабаев говорит о неких там силах, о ребятах, готовых к таким экстремистским, можно сказать, действиям, вплоть до, значит, каких-то, ну, что ли, на крови стоять и так далее. И вот в этот момент мы видим удивление Козлова, а что это? Это терроризм? Вот он буквально восклицает. И становится понятно, что для него это что-то далекое, и то, что он не мыслил и не хотел.